добрый вечер мы с вами завершили чтение маковейских книг если вы суммировать все что мы видели в этих книгах в отношении изображения исторических событий это можно сказать что имеет место постепенное отдаление от истории да мы как бы это пронаблюдали от первой маковейской книги которая в общем и целом действительно описывала историю маковейского восстания к 2 маковейской книги которая внесла в эту историю очень сильный такой теологический тренд 3 маковейской книги которая вообще говоря не о маковеях ведет речь о событиях в египте но при этом представляет их совершенно легендарной форме и наконец 4 маковейская книга которая возвращается к содержанию 2 но при этом от истории уже вообще ничего не остается остается только своего рода философский трактат или псевдо философский трактат и собственно говоря мы об этом и сегодня скажем несколько слов и главным образом на следующем занятии это является некой вехой можно сказать концом еврейской историографии вплоть до фактически девятнадцатого века можно сказать вплоть до истории написанной цвегрецом еврей умота деврей амгаулам и ну там есть промежутки нет тоже мы его упомянем некая довольно странное произведение принято которое принято называть сэфер юсифон 10 века но в целом целом можно сказать что еврейская историография фактически фактически завершается в начале в конце первого века в начале второго века и конечно как бы таким кардинальным событием которое все изменило было разрушение второго храма которая в корне изменила существование еврейского народа и которая видимо повлияла и на его историческое сознание так вот так у тебя выходило что до сих пор что историография кончилась наоборот во втором веке до нашей эры потому что четвертая маковейская книга тоже не историография ну окей я хочу сказать что вот это произведение четвертая маковейская книга которая датируется то ли концом первого века то ли началом второго века до новой эры она уже не является историографическим сочинением строгом смысле этого слова и она в этом смысле символизирует некий переход переход трансформацию сознания на история как таковая перестает интересовать интересовать начинают другие вещи мы увидим что в раввинистической литературе тоже происходит только иначе только иначе последним фактически последним историком еврейским того периода является естественно флавий иосиф который живет как раз первом веке новой эры и является современником упомянутого трагического события разрушения разрушения второго храма и вот сегодня в качестве такого что называется последнего аккорда что ли в нашем обсуждении касающимся касающимся древней еврейской историографии будет как раз сравнение двух текстов один из этих текстов принадлежит флаве иосифу это знаменитый известный текст иудейская война значит так у меня такое ощущение что в рамках нашего курса это я повторяю является таким заключительным последним аккордом итак флавий иосиф изначально иосиф бен матитьяу родился тридцать седьмом году нам новые эры в жреческой семье в иерусалиме соответственно получил жреческое воспитание своих произведениях он рассказывает о себе довольно искать странные вещи и стремится представить себя как своего рода такого маленького гения вундеркинда который там в детском возрасте уже все познал и изучил так чтобы не уходили советоваться даже местные священники и мудрецы главный есть еще эпизод когда он составе делегации еще в довольно молодом возрасте ему не было 30 лет отправился в рим выручать попавших в беду еврейских священников императору нерону а потом естественно главное событие от начала иудейской войны войны с римлянами который он сыграл мы знаем какую двойственную неоднозначную роль изначально он был судя по всему послан руководить войсками в галилеи как форм галилея была своего рода форпостом начало восставших именно там собственно война и началась туда пришел со своими войсками веспасиан по словам своего иосифа в более позднем произведении он как раз приехал туда с тем чтобы попытаться остановить восстание понятно что это утверждение носит явно апологетический характер вот но мы знаем что веспасиан довольно быстро разбил сопротивление евреев галилеи твери и цепори сдались на милость победителя сам иосиф засел со своими солдатами в крепости йотфат собственно все дальнейшее нам известно только из его слов поэтому 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 сказать относимся к этому с известным скептицизмом так или иначе мы знаем это мы свое время обсуждали он не скрывает даже обманным путем он попадает в стан кремлянам товарищи его кончают собой а он еще один последний оставшийся как бы переходит к кремлянам а там они по его словам должны были один убивать другого пока не убьют друг друга по цепочке не совсем самоубийство это такое коллективное скорее самоубийство вот но как бы изначально он имел мысль о том чтобы этого не совершать над собой и попасть к кремлянам и тем спастись при этом он утверждает что он имеет пророчество обращенное к Веспасиану и говорит о том что Веспасиан станет Цезарем императором Веспасиан сначала заключает его под стражу как пойманного пленника как пойманного восставшего взятого в плен и через некоторое время по словам Иосифа его освобождают из подстражи когда Веспасиан действительно провозглашается римским сенатом императором и отправляется в Рим посылает на осаду Иерусалима своего сына Тита и с Титом же отправляется Иосиф который оказывает проявляет полную лояльность по отношению к римской армии стоящему в ее главе и даже выступает в качестве посланника Тита несколько раз по его описанию с тем чтобы попытаться уговорить восставших сдаться один раз даже по его словам в него выстрелили бросили камнем и он был ранен только благодаря расторопности римских солдат его спасли и он не был захвачен восставшими после разрушения Иерусалима он вместе с Титом отправляется в Рим и получает римское гражданство становится клиентом правящей фамилии отсюда собственно говоря его изменение его имени он начинает называться Флавий Иосиф по названию династии Флавиев живет там до самого конца жизни становится придворным историком пишет ряд произведений не так уж много но они довольно объемные первое из которых как раз иудейская война судя по всему это произведение было сделано по заказу Веспасиана и Тита оно во всяком случае становится официальной версией иудейской войны в Риме по словам самого Иосифа он сначала написал это на своем родном языке то ли еврите то ли арамейском не очень понятно и отослал это почему-то в Месопотамию евреям в Месопотамию текст этот до нас не дошел во всяком случае тот текст который мы имеем написан на греческом языке видимо Иосиф пользовался услугами ассистента в тот момент поскольку греческий знал не очень хорошо но в последующем да это как бы произведение пишется по следам войны в 70-е годы но через 20 лет он пишет следующие свои произведения которые он уже пишет сам на греческом языке которым он овладел полностью пишет знаменитое произведение иудейские древности о котором мы сейчас говорить не будем пишет такую свою роду автобиографию жизни Иосифа и пишет апологетическое произведение называемое против опиона или о древности еврейского народа мы не знаем точно когда он умер предполагают где-то в районе сотого года новой эры то есть на стыке веков опять же теперь иудейская война это произведение которое описывает действительно войну восстания евреев против римлян хотя начинается там все с гораздо более древнего времени с маковеев с эпохи Ирода это он достаточно подробно описывает в первых двух книгах а потом переходит уже собственно к предпосылкам восстания и к описанию самого восстания теперь как я уже и сказал нас сегодня будет интересовать фигура Тита который впоследствии после смерти отца стал императором правил недолго около двух лет и умер будучи молодым оставив по себе время память как одного из самых гуманных императоров да и так что даже был присвоен титул друг человечества значит я сейчас открою текст и мы прочтем несколько отрывков из шестой книги которая собственно и описывает разрушение храма несколько отрывков из нескольких глав и попробуем понять как же описывается здесь Тит Тит отдал приказ солдатам разрушить фундамент Антонии крепости Антонии в Иерусалиме для того чтобы открыть всему войску удобную дорогу в тот же день это было 17 панема он узнал что принесение жертвы называемой постоянной то есть то что мы называем курбан-тамиды по недостатку людей было приостановлено и что народ этим удручен он пригласил к себе поэтому Иосифа и приказал ему повторить еще раз Иоанн ну кто такой Иоанн Иоанн это Иоанн Гискальский или на иврите Йохананн Мегушхалаб который был одним из руководителей восстания он из Галилеи перешел в Иерусалим впоследствии был во время триумфа проведен вместе с Шимоном бен Георой по Риму и приговорен к каторжным рабским работам он пригласил себя поэтому Иосифа и приказал ему повторить еще раз Иоанну что если он все еще одержим непростительной страстью к борьбе то может вывести против него сколько угодно войско но пусть не вовлечет в свою гибель также город и храм и пусть перестанет осквернять святилище и грешить перед Богом ему предоставляется право возобновить приостановленное жертвоприношение при помощи иудеев которых он сам может избрать значит как мы видим Иосиф описывает Тита как человека который заботится о городе и храме что касается осквернения святилища то это одна из главных тем в иудейской войне восставшие сожденные оскверняют храм тем что режут друг друга кровь льют прямо на территории храма что в общем в значительной степени по всей видимости соответствовало действительности мы знаем о том что это восстание значительно во многом представляло собой гражданскую войну борьбу борьбу разных группировок за главенство и это продолжалось почти до самого конца то есть уже буквально за несколько месяцев фактически до окончания осады до захвата Иерусалима силы были объединены вообще говоря большая часть времени это была вот такая гражданская война разных группировок и в этом смысле эта война очень сильно отличается от войны более поздней от войны восстания Баркохвы которая была которая как бы отличалась как раз единством единством рядов и вот далее я не буду читать все целиком Иосиф идет по поручению Тита повторяет слова Тита чтобы они пощитили родной город предотвратили огонь который уже лежит в храме опять приносили Богу обычные жертвы народ был глубоко сокрушен его речью это тоже постоянное Иосиф подчеркивает народ в целом готов был принять условия Римля но тираны руководители не хотят это принять и вот тиран то есть Йоханан здесь осыпает Иосифа руганую и проклятие разрушение города он говорит я раз его всегда не боюсь ибо город принадлежит Богу то есть он уверен в том что Бог спасет город в ответ Иосиф громко воскликнул да ты сохранил город во всей чистоте нашему Богу святилище также осталось незапятнанным и незапятнанным ты ничем не согрешил перед тем на чью помощь ты уповаешь и он до сих пор получает от тебя стародавние жертвы вот ты гнусный человек да на самом деле это все произносится с иронией да Иосиф обвиняет Йоханана в восквернении храма далее мы посмотрим еще один текст где говорится о том что к Титу приходят перебежчики которых Тит принимает целом благоприятно вот и потом Тит снова обращается на после того что вот они видят как святилище и святая святых значит мятежники сновали с оружием взад и вперед с руками дымившимися еще от крови братоубийства и так далеко заходили в своем свиротатстве что то негодование которое было бы естественно для иудеев если бы римляне столь оскорбительным образом действовали против них испытывали наоборот римляне против иудеев так жестоко грешивших против собственных святынь да то есть Иосиф обвиняет в произошедшем своих а мы дальше как бы подчеркнем это обстоятельство потому что с точки зрения Иосифа Бог отвернулся от народа который осквернил храм и поэтому дал возможность римлянам этот храм захватить город и разрушить храм так вот дальше Тит описывается следующим образом пылу негодование Тит еще раз обратился с упреком реки Ану и его приверженцам не вы ли безбожники устроили эту ограду вокруг святилища не вы ли на ней воздвигли те столбы на которых на эллинском и нашем языках вырезан запрет что никто не должен переступить через нее это реально существовавшая надпись на территории храма насчет того что инородцы не могут входить внутрь храма не предоставляли ли мы вам право карать смертью нарушителя этого запрещения если бы даже он был римлян нам римлянина и что же теперь вы нечестивцы в тех же местах топчете ногами тела убитых пятнаете храм кровью иноплеменников и своих я призываю свидетелей богов моего отечества и того который некогда но не теперь милостиво взирал на это место то есть бог Израил некогда он взирал милостиво теперь нет ссылаюсь также на мое войско на иудея в моем владении на вас самих что я вас не принуждал осквернять эти места если вы изберете себе другое место сражения то никто из римлян не ступит ногой святилища и не прикоснется к нему храм я сохраню для вас даже против вашей воли итак славий подчеркивает здесь иосиф славий подчеркивает что тит заинтересован в сохранении храма что касается защитников то они как бы то ли безумны то ли преступны они убеждены в том что бог храм не даст разрушить но при этом не понимают что их преступления привели к тому что бог оставил храм оставил храм оставил Иерусалим и тит предлагает им выйти из территории Иерусалима сражаться в другом месте по иосифу здесь с тем чтобы храм был сохранен Далее Иосиф это передает рассказывается еще несколько вещей и затем сейчас мы дойдем до еще одного выделенного мной кусочка тут как бы рассказывается о завязавшемся сражении которое приводит уже к тому что храм будет сожжен но еще перед этим происходит происходит совещание штабе Тита вот вот на следующий день тит приказал одной части войска потушить пожал и очистить место у ворот чтобы открыть свободный доступ легионам вслед за этим он созвал к себе начальников ему собрались шесть важнейших из них а именно Тиберий Александр начальник всей армии не забудем что Тиберий Александр это еврей но это не более не менее как племянник филона александрийского который стал язычником непонятно в детстве ли во взрослом возрасте он стал язычником дослужился до генеральских чинов в римской армии стал в результате руководителем представителем Рима в Египте и был первым кто провозгласил Веспасиана императором всех цариалей начальник пятого региона ларц или пид начальник десятого тит фриги и так далее и так далее вот то что Тиберий Александр поминается здесь первым указывает на его важность со всеми ими тит держал совет о том как поступить с храмом одни заведовали поступить с ним по всей строгости военных законов ибо до тех пор пока этот храм сборный пункт всех иудеев будет стоять последние никогда не перестанут замышлять о мятежах другие полагали так если иудеи очистят его и никто не подымет меча для его обороны тогда он должен быть пощажен если же они с высоты храма будут сопротивляться его нужно сжечь ибо тогда он перестает быть храмом а только крепостью и ответственность за разрушение святыни пойдет тогда не на римлян а на тех которые принудят их к этому а из более радикальное мнение разрушить в любом случае менее радикальное мнение зависит от поведения евреев и есть наконец мнение самого Тита но Тит сказал если они даже будут сопротивляться с высоты храма то и тогда не следует вымещать злобу против людей на безжизненных предметов и ни в каком случае не следует сжечь такое величественное здание ибо разрушение его будет потерять для римлян равно как и наоборот если храм уцелеет он будет служить украшением империи и так Тит категорически против разрушения храма часть из тех кто держали совет присоединились к мнению Тита интересно что это не был Тиберий Александр по происхождению евреи то есть видимо Тиберий Александр представлял радикальную точку зрения сжечь храм и он таки действительно руководил Тиберий Александр сожжением храма не все знают о том что второй храм был разрушен руками еврея по происхождению после этого Тит распустил собрание и приказал командирам дать отдых войску для того чтобы они с обновленными силами могли бороться в следующем сражении только одному отборному отряду составленному из когорта он приказал проложить дорогу через развалины и тушить огонь дальше происходит следующее так как это описывает Флавий что в это время а там на следующий день один из солдат не ожидая приказа или не подумав о тяжких последствиях своего поступка точно по внушению свыше это важная фраза потому что опять же с точки зрения Иосифа Флавия ничего не может происходить случайно это как бы воля Бога схватил пылающую головню и приподнятый товарищем вверх бросил ее через золотое окно которое северо вело в окружавшие храм помещения когда пламя вспыхнуло иудеи подняли вопль достойный такого рокового момента и ринулись на помощь храму не щадя силы не обращая больше внимания на жизненную опасность ибо гибель угрожала тому что они до сих пор прежде всего оберегали гонец доложил случившемуся Титу теперь посмотрим на реакцию Тита он скочил с ложа в своем шатре где он только что расположился отдохнуть после боя и в том виде в каком находился бросился к храму чтобы прекратить пожар за ним последовали все полководцы и переполошенные произошедшими регионы можно себе представить какой крик и шум произошел при беспорядочном движении такой массы людей Цезарь так он называет здесь Тита старался возгласом и движением руки дать понять сражающимся чтобы они тушили огонь но они не слышали его голоса заглушенного кромким гулом всего войска а на поданные им знаки рукой они не обращали внимания ибо одни были всецело увлечены сражением другие жаждой мщения ни слова уговоров ни угрозы не могли остановить бурный натиск легионов одно только общее ожесточение правила сражения поскольку сада продолжалась очень долго были кровопролитные сражения римляне тоже потерпели имели большие потери вот и понятно их ожесточение у входов образовалась такая давка что многие были растоптаны своими товарищами а многие попадали на раскаленные еще дымившиеся развалины галереи таким образом делили участь побежденных подойдя ближе к храму они делали вид что не слышат приказания Тита и кричали перед ним воинам чтобы те бросили огонь в самый храм мятежники потеряли уже надежду на прекращение пожара их повсюду избивали или обращали в убедство громадные толпы граждан все бессильные и безоружные были перебиты везде где их настигали враги вокруг жертвенника громоздились куча убитых а ступенями валили потоки крови и катились тела убитых наверху когда Тит увидел что он не в силах укоротить ярость с перепев солдат а огонь между тем все сильнее распространялся он в сопровождении начальников вступил в святая святых и обозрел ее содержимое и он нашел все гораздо более возвышенным чем та слава которой она пользовалась у чужестранцев и нисколько не уступающим восхвалениями высоким отзывам туземцев так как пламя еще ни с какой стороны не проникло во внутренние помещения храма а пока только опустошало окружавшие его пристройки то он предполагал вполне основательно что собственно храмовое здание может быть еще спасено выскочив наружу он старался поэтому побуждать солдат тушить огонь как личными приказаниями так и через одного из своих телохранителей центуриона либералия которому он велел подгонять ослушников палками но гнев и ненависть к иудеям и пыл сражения превозмогли даже уважение к цезарю и страх перед его карательной властью большинство кроме того приезжалось надеждой на добычу так как они полагали что если снаружи все сделано из золота то внутренность храма наполнена сокровищами и вот в то время когда цезарь выскочил чтобы усмирить солдат один из них уже проник вовнутрь и в темноте подложил огонь под дверными крюками а когда огонь вдруг показался изнутри военачальники вместе с титом удалились и никто уже не препятствовал стоявшим снаружи солдатам поджигать так храм против воли цезаря был предан огню и последний кусочек из флавия это уже шестая глава из шестой книги где описывается попытка побежденных договориться с римлянами и они пытаются просить о мирных переговорах вот как реагирует на это тит человеколюбивый по натуре тит хотел по крайней мере спасти город что советовали ему также его друзья предполагавшие что разбойники теперь уже присмирели ввиду этого он стал в западной стороне внешнего притвора тит приказал своим солдатам укротить свой гнев и прекратить стрельбу поставил рядом возле себя переводчика и в знак того что он победил заговорил первый уже вы насытились страданиями вашего отечества да то есть он обвиняет их в том что они причинили страдания отечеству наконец-то после того как вы не рассчитав нашего могущества и вашей собственной слабости безумной ярости погубили и народы города храм постоянно это подчеркивается вы погубили народы города храм по справедливости вы должны погибнуть вы который с того времени как покорил вас помпей это имеется ввиду события 63 года до новой эры всегда помышляли о мятеже и наконец выступили открытой войной против римлян на что вы опирались на вашу многочисленность смотрите и ничтожная часть римской армии может справиться со всеми вами на поддержку союзников какой же это народ не пределом вашего государства предпочтет иудеев римлян на вашу телесную силу так вы ведь знаете что даже германцы и те наши рабы на крепость ваших стен но есть ли более надежная преграда чем океаны однако защищенные им британцы тоже преклонились перед оружием римлян на ваше мужественное терпение и хитрость вождей так вы же вероятно слышали что даже карфагене они были нами побеждены а потому ничто другое не могло довести вас до войны с римлянами кроме только мягкосердечия самих последних мы отдали страну ваше владение мы назначили вам царей из вашего народа далее мы уважали ваши отечественные законы и предоставляли вам не только у себя на родине но и среди чужих жить как вам заблагорассудится еще больше мы позволяли вам для божественной службы установить налоги и собирать приношения мы не запрещали никому жертвовать добровольно и не старались вам препятствовать чтобы вы враги не делались еще богаче нас и не могли бы вашими деньгами воевать с нами привыкнут к таким высоким благодеяниям вы сделались надменны восстали против тех которые предоставляли их вам и подобно неукротимым змеям обрызгали своим ядом тех которые вас воскали да раньше вы как разрозненные и подавленные невзирая на беспечность нейрона коварно молчали но когда недуги государство обострились вы показали себя в настоящем виде и выступили с безмерными прихотями и дерзкими надеждами тогда пришел мой отец в страну не с тем он пришел чтобы наказать вас за то что вы содеяли а чтобы сделать только вам предостережение ибо пожелая он искоренить ваше национальное бытие он бы начал с корня и прежде всего уничтожил бы этот город но он не сделал так он только опустошил галилею и ее окрестности чтобы дать вам время одуматься вы же принимали его снисходительность за слабосилие наша мягкость дала только пищу вашей дерзости после кончины Нерона вы вели себя так как только могут себя вести самые злые люди наши междоусобные волнения внушили вам бодрость и когда я с моим отцом отправился в Египет вы употребили этот удобный момент для военных приготовлений и не постыдились нарушить покой тех которые стали во главе империи которых вы знали как человеколюбивых полководцев когда государство перешло под скипетр нашего дома порядок в нем водворился и отдаленнейшие народы отправили к нам послов чтобы нас приветствовать когда опять одни иудеи были нашими врагами посольства шли от вас по ту сторону эфрата чтобы взволновать тамошние племена новые обводные стены были воздвигнуты поднялись мятежи раздоры между тиранами между усобицей все такие явления какие только можно ожидать от злых людей тогда явился я под стенами города с печальными полномочиями которые весьма неохотно дал мне мой отец я слышал что народ мирно настроен радовался это начало борьбы я вам предлагал уняться и во все время борьбы я был снисходительным помиловал перебежчиков исполнял обещания данные мной обращавшимся ко мне смиловался над многими пленниками удерживал жаждувших мести вывозил мои машины против ваших стен только по необходимости обуздывал кровожадность солдат после каждой победы предлагал вам мир и точно я был побежденный подступив наконец к храму я опять забыл закон войны и по доброй моей воле просил вас пощадить ваше собственное святилище спасти себя храм дозволил вам свободное отступление обещал пощаду жизни а в случае отклонения этого предоставил вам случай сразиться с нами на другом месте все это вы оттолкнули от себя и собственными руками сожгли храм а теперь злодеи вы называете меня вызываете меня на переговоры что хотите вы еще спасти что может выдержать хотя бы отдаленное сравнение с тем что уже погибло да и какую цену может иметь ваша жизнь после падения храма однако вы и теперь еще стоите здесь под оружием даже в самом крайнем положении вы все-таки не хотите и видопадать что нуждаетесь в милости несчастные на что вы еще уповаете народ ваш мертв храм погиб город мой в моих руках и ваша жизнь и вы еще лелеете славу героической смерти но я не желаю состязаться с вами в безумии если вы бросите оружие сдадитесь так я дарую вам жизнь как кроткий домохозяин я накажу только неисправимых а остаток спасу для себя из этого ничего не вышло какое выясняется впоследствии потому что защитники города не согласились на такие условия на абсолютную капитуляцию но для нас важно здесь другое понятно что Флавий Иосиф стремится представить Тита как человека крайне благородного совестливого и человеколюбивого как того кто хочет всеми силами предотвратить разрушение Иерусалима и храма и в и в этом смысле он противопоставлен руководителям восстания которые совершенно так сказать лишены рационального мышления и не понимают что происходит и совершают страшные преступления одновременно с этим убеждены в том что Бог не допустит разрушения храма да в этом смысле Иосиф намекает здесь на пророчество касающиеся еще первого храма что пророчество Ишаяу пророчество Ирмияу да что сам по себе культ не спасет если народ совершает преступления друг против друга так выглядит Тит у Флавия через несколько минут мы обсудим как к этому относиться но я хочу прежде всего противопоставить этому гораздо более короткий текст текст из винистической повторяю литературы сейчас я вам его открою как я уже и сказал есть довольно много разных источников в литературе мудрецов которые рассказывают о разрушении храма мы здесь как бы будем основываться на одном из них но я просто заранее говорю что есть источники еще эпохи Танаев то есть эпохи Мишны например Медраж Сифры Дварим Кширата Азина упоминает события эти есть Мехильта Мехильта Дварим так называемая есть Сикта Рабати есть Эйхараба Медраж Эйхараба есть Вайлонский Талмуд Трактат Гетин значит я как бы оставляя за скобками разные разные версии представлю вам русский перевод в основном представляющий версию трактата Гетин в Вайлонском Талмуде и мы тогда обсудим оба этих описания и Флавия и Талмудического ушел вот я читаю здесь в конце страницы ушел Веспасиан и вместо себя прислал Тита пришел Тит встал и воскликнул где бог их твердыня на которую они надеялись это как раз цитата из Ширата Азин и вот что сделал он войдя в святая святы разослал свиток Торы и осквернил его собственно в трактате Гетин написано что он привел туда блудницу и занимался с нею любовью над свитком Торы взяв меч он проткнул завесу на ковчеге порохет и совершилось чудо из образовавшихся в завесе отверстий стала капать кровь нечестивец же возомнил что он самого предвечного поразил то есть бога сорвал он потом завесу и завязав в нее всю храмовую утварь перенес все это на свой корабль чтобы отвезти как трофей свой город поднялся шторм и кораблю угрозило и угрозило крушение видно воскликнул что он непосредственным потомком Исава Идома поэтому и изгнание римское изгнание называется Галут Идом тому есть разные причины сейчас мы их обсуждать не будем во всяком случае как бы это причина такого наименования Тит есть одно ничтожное творение в мире моем комаром называется оно выходи на сушу и с этим творением поварись едва Тит вышел на берег как в ноздри ему влетел комар и засев в голове в продолжении семи лет точил мозг его однажды проходя мимо кузницы Тит почувствовал что при ударах молота комар перестал мучить его средство найдено решил он и поместил в комнате своей кузнеца который должен был беспрерывно колотить молотом о наковале кузнецу из римлян выдавалась плата по четыре зуза за день кузнецу же из иудеев Тит говорил достаточно что видишь несчастье врага твоего прошло тридцать дней комар привыкнув к стуку молота снова принялся точить мозг Тита умирая Тит завещал тело мое сожгите и пепел развейте по семи морям дабы бог иудеев не мог отыскать меня и призвать на суд свой а вот это описание повторяю оно разница есть разные версии но тональность этих версий в целом одна и та же и я думаю что все мы видим что эти два описания описание из литературы мудрецов противостоят друг другу они противостоят друг другу это очевидно теперь возникает вопрос какое из этих описаний является более достоверным с одной стороны книга Флавия Иосифа иудейская война несмотря на свою ангажированность является историческим произведением и оно написано по законам жанра греко-римской историографии то есть как бы мы сейчас не буду вникать в детали но как бы Флавий следует определенным известным ему образцам например истории Николая Дамасского и других историков и и в этом смысле его произведение казалось бы претендует на гораздо большую достоверность в то же самое время очевидно что тон который который он взял по отношению к династии Флавиев это тон апологетический и мы не можем не подозревать Флавия в том что это во многом объясняется теми связями которые есть у него и у семьи императоров которые его к себе приблизили сделали своим клиентом повторяю даровали финское гражданство обеспечили ему безбедное существование и Спасиан даже подарил ему свою резиденцию и кстати говоря об этом я не сказал он ему подарил земли в земле Израиля взамен тех земель которых он лишился в результате в результате войны у нас нет никакой индикации что Флавий когда-либо воспользовался этим даром и хотя бы на какое-то время вернулся в землю Израиля мы не знаем ничего об этом он оставался в Риме жил там судя по всему до своей смерти так что описание того как Тит стремился во что бы то ни стало сохранить храм оно как бы вызывает по меньшей мере вопросы и подозрения тем более что у нас есть свидетельство гораздо более позднее впрочем историка которого зовут Сульфиций Север из Италии который жил в конце четвертого в начале пятого века и писал на латыни и он описывал как раз эти события в частности совещания Тита где утверждал что Тит как раз на совещании высказывался за разрушение храма как раз представлял наиболее радикальное мнение часть исследователей принимают версию Сульпиция считая что он основывается на версии Тацита не дошедшие до нас но часть с другой стороны подозревают его в том что поскольку речь идет о христианском авторе то он как раз стремится показать римских императоров язычников в отрицательном свете поэтому стопроцентной уверенности в том что Тит в самом деле жаждал разрушения храма и что Флавий Иосиф исказил здесь реальную картину у нас нет теперь когда мы переходим к тексту из раввинистической литературы то на первый взгляд как бы довольно трудно всерьез относиться к этому описанию как историческое значит Тит представлен здесь как своего рода богоборец тот который решил бороться с богом Израиля мотив известный нам из пророческой литературы в Танахе например Ишаяу бен Амоц приписывает это желание Синахирибу царю Асирии который осаждает Иерусалим подобно Титу здесь вот и тоже возносится если у Флавия говорится что Тит вошел в святилище святая святых и был поражен красотой храма то здесь очевидно что описывается одно и то же событие известное и оно как бы отражает судя по всему реально происходившие события но здесь у нас в тексте мудрецов Тит представлен как тот кто святотатствует намеренно да он оскверняет Тору оскверняет храм тут не написано но я повторяю в трактате Гетима упоминается лудница которую он привел святая святых он нарочно протыкает завесу на ковчеге да с тем чтобы показать что он убивает бога Израиля да и капает действительно кровь но кровь как бы это некоторый символ символ крови народа Израиля он же думает что он поразил бога кстати история с комаром да она как бы при всей ее гротескности значит она как бы является здесь это не сказано напрямую но фактически это как бы мера за меру да значит Тит проткнул то место где как бы символически должен был находиться бог Израиля бог Израиля проткнул его голову и значит поместил туда этого комара очевидно что все дальнейшее описание с кузнецами да это тоже абсолютнейший гротеск и завещание Тита чтобы сожгли его тело и развеяли пепел по семи морям дабы бог иудеев не мог отыскать меня и призвать на суд свой да почти как то что в двадцатом веке сделали с Эйхманом да значит тоже выглядит довольно странно да Тит умирая боится мести бога Израиля кстати я сейчас на секунду отойду я хочу взять историю Свитония жизнь двенадцати цезарей и прочитать вам маленький кусочек как там описано смерть 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 Тита значит Свитоний известный римский историк который написал историю двенадцати цезарей от Юлия Цезаря и до младшего брата Тита Домициана так вот как он описывает смерть Тита и надо сказать что видимо это достаточно объективное описание скончался он на той же вилле что и отец в сентябрьские иды на сорок втором году жизни спустя два года два месяца и двадцать дней после того как он наследовал отцу когда об этом стало известно весь народ о нем плакал как о родном а сенат сбежался курии не дожидаясь дикта и перед закрытыми а потом и за открытыми дверями воздал умершему такие благодарности и такие хвалы какие не приносил ему даже при жизни и в его присутствии перед этим он говорит о том как он собственно что с ним случилось он внезапно заболел да в молодом возрасте и были какие-то знамени предвещавшие беду и он говорит о том что когда тит находился в этом состоянии болезни его несли на носилках он находился в военном лагере да раздвинув занавески он взглянул на небо и горько стал жаловаться что лишается жизни невинны ему не в чем упрекнуть себя кроме разве одного поступка что это был за поступок он не сказал и догадаться об этом нелегко святой не добавляет некоторые думают что он вспомнил любовную связь с женой своего брата но домиция клялась торжественной клятвой что этого не было она бы не стала отрицать если бы что-нибудь было она хвалилась бы этим как готова была бы хвастаться любым своим распутством да значит что это действительно за поступок мы не знаем но некоторые предполагают что может быть имеется в виду его любовь к береники сестре сестре царя Агриппы второго которую он почти сделал своей женой но поскольку она была иудеянкой в риме этому воспротивились и он этого не сделал возможно что он имеет в виду это а возможно как не причина хотя это довольно такое смелое предположение что он как бы действительно переживал из-за разрушения храма возможно да во всяком случае не исключено что вот это традиция о его смерти которая появляется в нашей логической истории возможно как-то реагирует на это известие так что вот Тит признавал что он совершил какой-то неблаговидный поступок своей жизни так вот я повторяю казалось бы рабинистическое описание очень далеко от истов это такое как бы очевидная легенда в то же самое время я хотел бы обратить ваше внимание на несколько моментов здесь точнее на один центральный момент который касается не деталей да например вот это втором да Тит говорит что бог иудеев силен только на воде да он знает хорошо библейские тексты вот пусть поборется со мной на суше но мы знаем о том что для плавия как для новой династии было было крайне важно получить не просто политическую а теологическую поддержку своего своего царства и восстание иудеев в Иерусалиме для них было как кость в горле потому потому что как бы если 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 его не подобить то действительно получается что богиня Виктория она же греческая никея богиня победы не в состоянии справиться казалось бы с таким маленьким народом и его богом то есть вполне возможно что и Веспасиан и Тит в противоположность тому что пишет Флавий 8 руководствовались некой идеологией в рамках которой они считали что лишь поправ власть еврейского бога они могут утвердить свое право на царство и в этом смысле несмотря на на гротескность описания раввинистической литературы литературе она возможно она возможно отражает действительно некоторое глубинное противостояние между флавиями и богами и богом Израилем и триумф который устроили Веспасиан и Тит в Риме после подавления восстания был не только политическим триумфом это был триумф и теологический они в частности как мы знаем несли принадлежности иерусалимского храма знаменитая Минора и некоторые другие во время этого триумфа тем самым показывая что бог Израиля побежден и Флавий ничего не рассказывает о том что Тит обобрал храм хотя потом он упоминает эти детали касающиеся триумфа что там фигурировали предметы вынесенные из храма но он тщательно оберегает реноме Тита здесь же говорится в раввинистическом описании что он взял храмовую утварь и перенес всю ее на свой корабль чтобы отвезти как трофей в свой город таким образом парадоксально получается что произведение которое вообще говоря как бы является по жанру своими историографическими возможно дальше отходит от истины исторической истины чем раввинистический текст Медраж своего рода да вот наиболее древняя версия которая находится в Медраше Сифридварин к Ширатаазин она это действительно Медраж в котором говорится в котором тоже подчеркивается что Тит встает против Бога Израиля и произносит хулу и там даже он произносит хулу на на Муше там говорится так Тито Сараша Бен Иштоши Распасианус параллельно делается попытка легнуть происхождение Тита то есть как бы хотят видимо сказать что при том что он был сыном жены Виспасиану но возможно не был сыном самого Виспасиана то есть он как бы то что называется в терминологии мудрецов Мамзер который вошел в святая святых разбил разорвал порохи мечом и сказал если это Бог пусть придет и воюет со мной противостоит мне и и там дальше написано что там речь идет о жертвоприношениях Ширата Азинов и вот он от имени Тита говорила говорится что Моше их ввел в заблуждение и сказал построите себе жертвенник вознесите на нем жертвы и возлияния но это вам на самом деле ничем не поможет заключается завершает этот медраж словами что в конечном счете он будет наказан как говорится здесь Бог прощает все но не прощает осквернение Божьего имени так или иначе это гротескное описание возможно действительно отражает отражает глубинное противостояние римской языческой теологии и еврейского монотеизма который Флавий стремится скрыть потому что Флавий не может как бы не говорит нигде что это римские боги одержали победу он подчеркивает что Бог Израиля даровал победу римлян буквально еще два слова после этого я дам вам возможность отреагировать два слова как бы это заклад закладка на следующее занятие мы сказали что в начале сегодняшнего занятия что четвертая маковейская книга это книга которая очень далеко отходит от историографии превращается в своего рода такой философский трактат хотя тоже отражает некоторое реальное противостояние между между еврейским народом и греческой властью которая пытается совершить по отношению к ним насилия заставить их отказаться от своей веры теперь что касается литературы мудрецов провинистической литературы то и там происходит отход от жанра историографии как я уже и сказал Флавий Иосиф последний историк на долгие века это ламудическая литература провинистическая литература не занимается историографией она использует исторические сюжеты как и в нашем случае эститом для того чтобы как бы очень часто такой совершенно легендарной литературной литературной формы выразить определенные представления убеждения веру да то есть как бы история является в данном случае просто некоторым инструментом для своего рода получения в данном случае падения так вот перед тем как дать вам возможность задать вопросы и сделать замечание я хотел бы хотел бы сказать что мы сделаем в следующий раз в следующий раз у нас состоится последнее занятие в рамках нашего курса потом будет предложен другой курс это занятие будет своего рода круглым столом мы побеседуем обо всем что чем мы занимались на протяжении курса да курс продолжался около трех лет и я составлю ряд вопросов на которых мы сосредоточимся разошлю их через Натана перед нашим занятием так что вы будете иметь возможность с ними ознакомиться и возможно уже прийти как бы на занятия готовыми таким образом этот наш диалог послужит послужит как мне представляется достойным завершением вот этого курса который говорит о Танахе о Медраше и об истории пожалуйста вопросы замечания по поводу сегодняшнего обсуждения вопрос замечания пожалуйста предлагать что-то осталось неясным что-то хочется дополнить на то есть то есть то есть народ обдумывает поедем хорошо народ имеет право обдумывать естественно значит я надеюсь можно задать да конечно Саша пожалуйста вот такие серьезные вещи которые вот мы обсуждали на твоих занятиях и вот они все упираются вот в данном случае последнее занятие оно упирается что в общем-то исторографии как таковой нет как такое могло получиться что скажем такие события не прошли через какие-то параллельные другие источники скажем других народов других стран и так дальше что вот у нас Иосиф Флавий а вот события того времени они описаны у него это вот единственная историография которая есть нет это не совсем так я имел ввиду еврейского историографа и действительно если говорить о истории разрушения второго храма то единственным еврейским историографом был Флавий Иосиф но кроме него были и другие разрушения еврейского храма упоминает тот же Светоний упоминает Тацет то есть как бы римские историки этим занимаются просто мы как бы не обсуждаем в данном случае хотя Светоний как раз упомянул вот не то что никто об этом не пишет конечно пишут но в еврейской среде действительно вот как бы если мы что-то знаем о разрушении второго храма как некоторое историческое описание то это благодаря сохраненным текстом Флавия Иосифа который кстати говоря сохранились не евреи евреи не сохранили его тексты изначально и потому что они были написаны по-гречески и потому что отношение к нему было крайне отрицательным по понятным причинам его воспринимали как предателя он был сохранен христианской церковью которая по своим причинам как бы его была заинтересована в том чтобы сохранить его тексты и потому что он первый автор который упоминает Иисуса и потому что помимо евангельских текстов еврейский автор и потому что им было важно для своей теологии как бы подчеркнуть причины разрушения второго храма связанные с грехами Израиля но это не то что у нас нет исторического описания я просто попытался сегодня показать как бы вот эту сложность и неоднозначность которая наличествует в этих описаниях противопоставив флавия раввинистической литературе и тот и другой текст в общем-то необъективны каждый по-своему и поэтому он не предоставляет как бы реальную хронику событий в буквальном смысле слова но является своего рода окном в историю и наверное в конечном счете для нас сегодня крайне важно этим я завершу сегодняшнее наше занятие крайне важно то общее получение которое исходит как от флавия так и из литературы мудрецов а как бы не относиться к флавию он утверждал что второй храм был разрушен из-за взаимной ненависти это главная причина то же самое говорят мудрецы синадхинам то есть они как бы тоже осознают это и мне кажется мне кажется что мы сегодня живущие через много столетий после этого события должны понимать как бы в этом смысле принять ответственность что нет ничего опаснее этой напрасной ненависти которая может привести не дай бог к падению падению еврейской независимости и может быть задача если не первейшая по крайней мере равновеликая той которая стоит перед народом Израиля в настоящей войне не только победить внешних врагов и по крайней мере отбить их не только конечно же это тоже первейшая задача освободить наших пленников но и понять что привело к такому печальному развитию событий и попытаться предотвратить это в будущем вот этот страшный раскол в обществе это то поучение которое исходит из древних текстов и пренебрегать мы конечно не можем и не должны есть ли еще какие то вопросы или замечания если вопросов и замечаний нет то тогда мы на этом сегодня завершаем и повторяю я ближе к концу недели через Натана передам вопросы для обсуждения во время круглого стола на следующей неделе и мы каким образом подведем итоги курса окей всем тогда мы на этом заканчиваем правильно спасибо всем спасибо 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 пока пока спасибо 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 спасибо